Всем привет! Вас приветствует Серж Маркин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня у нас такая интересная тема, после которой будет много комментариев под видео. Тема называется почему разварки это говно, кроме одного случая. Я знаю, что сейчас в комментариях владельцы разварок начнут в меня говном бросаться, но то такое. Я никому не навязываю свои идеи, то есть я просто рассказываю реальные факты, показываю это все, как оно на самом деле, а как бы выводы делать уже вам. Да, владельцы сейчас разварок почитают название, что типа разварки это говно, кроме одного случая, и будут думать, что это случай там может быть про них. Можете себя не утешать, это случай точно не про вас, про то, когда используется правильно разварки я расскажу в конце видео, а сейчас давайте по порядку. Я бы хотел бы услышать от владельцев разварок, напишите мне в комментариях, с какой целью вы их ставите. Мне всегда было интересно, зачем вы их ставите. Хочу услышать от вас. Я от многих владельцев разварок уже слышал примерные темы, типа якобы там колея встает шире, якобы машина устойчивее, там лучше рулиться. Там кто-то говорит это красиво, типа там стиль, все дела. Кто-то говорит там диски с полкой. Еще там многие там бредни рассказывают, что якобы резину защищают они, потому что якобы если резина стоит домиком, не так страдает опыт резины. Ну короче бред полный. Ну это как по мне, но я сейчас в этом вам все на деле расскажу, а выводы уже делать вам. Давайте я сейчас вам покажу, я не зря вот так это все расставил. Вот у нас 13-е разварки с шириной диска 9 дюймов, то есть вот видите здесь добавлено почти 10 сантиметров, из-за чего у нас и получается вот эта полка типа. Это у нас 14-е диски с девятки, с резиной 185 на 60. Соответственно, даже здесь ширина диска больше, чем у обычных 14-х дисков. Допустим, у обычных идут там 5, 5,5, здесь 6 дюймов ширина. И вот диски с моего Nissan 200X S13, 17-е диски с резиной 225-45. Вот, 10-е 25, 45, 17. А теперь мы по каждому моменту остановимся отдельно. Рассказывают, якобы там шире становится колея, типа из-за этого машина встает устойчивее. Частично может быть и да, но так как вы расширяете колею, это далеко не совсем правильно. Смотрите, вот у нас посадка диска, то есть, соответственно, посадка диска на ступице не меняется. При изготовлении разварки, вот здесь добавляют металл и якобы расширяется. И да, частично как бы резина смещается сюда. Но, смотрите, смотрите, там 225-я резина. И здесь вот, видите, какая разница в ширине. А вы на этот диск суете 175-ю, 185-ю резину, там в лучших случаях и то, это никто никогда. На 13-х дисках точно. Там 195-ю. И вы ее растягиваете, и якобы оно немного смещается, типа сюда. Если вы хотите, чтобы у вас, именно вам нужно расширить колею, то нужно сделать не разварку, а переварку. То есть, соответственно, что такое переварка? Здесь вот, разрезаю его заводские, вот где крепление вот здесь идет внутри. Там есть заводская сварка. И вот эту часть центрального диска ее разворачивает для того, чтобы, типа, сместить. Или просто можно ее сместить внутрь. Ну, зачастую просто берут вот ее, разваривают и разворачивают. У вас здесь получается полка, и, соответственно, колесо смещается. При этом ширина у вас останется такая же самая под нормальную резину. Я вот, допустим, на «Москвиче» пошел другим путем, более простым. Я вот развернул себе диски для того, чтобы расширить колею. То есть, у меня и полка получилась. Ну, чтобы это сделать более надежно, грубо говоря. Ну, в принципе, у меня и так надежно. Я уже давно так езжу. Я же говорю, вот здесь вот, вот, кстати, вот, видно. Вот круглые части, вот эта заводская сварка. То есть, ее оттуда снимают. И просто вот эту центральную часть, она выбивается и разворачивается. То есть, и, соответственно, у вас колея расширяется. При этом ширина остается та же самая. В таком случае у вас резина сидит ровно. То есть, на резине. То есть, соответственно, под каждую ширину диска идет соответствующая резина. Допустим, вот, там, 5 дюймовая ширина, там, или, там, 5,5, это в районе должно быть, или, там, или, 6, это где-то в районе должно быть, там, плюс-минус. Там, 175-185 резина. Но никак ссовать на 9 дюймов, блядь, ссовать 185-ю там резину. Это по расширению колеи. То есть, если вам именно нужно расширить колею. Нужно сделать переварки, но никак не разварки. Теперь о том, что еще натягивают вот эту резину домиком. Теперь поговорим про пятно контакта. Давайте. Вот под такую разварку, это 9 дюймов, а делают и 10 дюймов еще больше. Вам нужна резина шириной, ну, хотя бы, хотя бы 225-я, а то и 235-я. То есть, для того, чтобы она нормальная. А не вот так натягивать ее, что она там, типа, стретч, там, все дела. Вот так ее натягивать. Потом вот эта центральная часть, когда ее сильно натягивает, она вот здесь сильно встает вот так домиком. И, соответственно, у вас пятно контакта вот здесь вот посередине, там, от той 175-й, вот эта вся сторона загибается, потому что вы вот так натягиваете. То есть, у вас вот пятно контакта, какая там может быть устойчивость. Так же самое по смещению, чтобы идти по колею, там, оно частично. Допустим, если вы расширили здесь на 10 сантиметров, то у вас центральная часть вот резины сместится только на 5 сантиметров наружу. Ну, никак не на 10. Потому что оно натягивается туда-сюда. Я думаю, с шириной колеи и шириной диска, я думаю, все понятно. Если будут какие-то вопросы, пишите. Теперь про то, что это красиво. Я не знаю. Конечно, на вкус и цветоваре еще нет. Но за те деньги, что вы покупаете те разварки или их изготавливаете, вы можете себе купить нормальное литье. То есть, даже там и 15-е, и 16-е диски, и при желании можно 17-е, найти за нормальные деньги и купить. То есть, и поставить себе. Притом уже одеть на них резину. Причем вот 17-я резина в таком размере, она вообще понты стоит. Там, б.у.шную можно купить. То есть, это вообще не проблема. Иногда даже 17-ю я дешевле нахожу, чем там 13-ю или 14-ю б.у.шную. И поставить на нее нормальную ширину. Во-первых, это будет и красиво. То есть, по размеру диска. То есть, и ширина. И у вас будет все правильно сидеть. Так же самое, те, кто любят там полку, все дела. Хотите красивую полку, так же самое можно диски найти литые, то есть, с красивой полкой. Еще, допустим, по ширине, допустим, колеи. Опять же, литые диски вы можете найти с разным вылетом. Более положительным, отрицательным. И уже там себе подбирать и играться. Еще один немаловажный момент. Штамповки, то есть, железные диски, они изначально сами по себе очень тяжелые. То есть, по сравнению с литьем. А когда вы еще добавляете вот такой кусок металла, то, соответственно, там еще у вас, получается, вес еще значительно увеличивается. А увеличение подрессоренной массы, это ничего хорошего вам не дает. Ни при ускорении, ни при управляемости, ни при торможении. Пока что я, ну, на данный момент, видите, ни одного плюса с этих разварок. Во-вторых, это еще нужно, чтобы правильно их сварили. Чтобы они хорошо, ровные были. То есть, чтобы они могли балансироваться. Многие там еще мне писали, ты просто не ездил на нормальных разварках. Я ездил на машинах с разварками, я руль влево, она вправо, грубо говоря. То есть, да, это все еще зависит от резины. Но в любом случае, когда у вас резина натянута домиком, у вас нет пятна контакта. Как вы бы там не рассказывали, что там, типа, правильно переварить разварки. Как бы вы их не переваривали, некоторые говорят, неправильно там добавлять металл. Надо с двух сваривать дисков. Другие говорят, наоборот, надо не с двух, а надо добавлять. Это все туфта. В любом случае, вы увеличиваете ширину диска. При этом вы ставите очень узкую резину. И, соответственно, из-за того, что она натянута, у вас нет пятна контакта. То есть, если у вас нет пятна контакта, вы не можете нормально рулить. Я руль выворачиваю, газу даю, вместо того, чтобы машина шла по траектории. То есть, ее просто, она, если вы знаете, что такое андерстир, это когда вы, допустим, идете в поворот, и вас выбрасывает с поворота переднюю часть машины. То есть, так же самое на задней оси. Какой может быть у вас зацеп для старта, если у вас нет пятна контакта? То есть, ну, я же говорю, это полный бред. Это, я не знаю, кто это придумал. Вот это один сделал, а все остальные повторяют. И, опять же, они не сильно так и дешево стоят, чтобы 4 штуки купить. За это деньги можно нормальное литье купить. И не вижу я там в этом ничего красивого, вот эти железяки. Там, ну да, там типа полка, туда-сюда. Но я же говорю, можно и красивые диски подобрать с полкой. Хотите, чтобы у вас все нормально работало, ставьте правильную резину. Вот еще раз вам для примера. Вот посмотрите. 185-я резина. Вот стоит. Посмотрите на ширину этой разварки. Это причем не самая широкая разварка. Здесь у нас всего 9 дюймов. Там есть и 10, и там натягивает с трудом ту резину. Вот, даже посмотри. 225-я. Даже она, вот, даже она и то уже. Ну, она, в принципе, практически станет... Ну, 9 дюймов это где-то 230, ну, 23 сантиметра, 230 миллиметров. То есть, соответственно, там что-то 225-235 надо ставить при 13-м. Где вы такую резину, мне скажите, найдете? Поэтому я не вижу никакого смысла в этих разварках. И еще, вот эти постоянные проблемы. Не каждый шиномонтажник может нормально их натянуть. То есть, не у каждого есть оборудование. Если, конечно, там конкретный стретч вы хотите сделать. Не каждый может накачать. Во-вторых, если вы, допустим, натянули это все без камеры, очень высока вероятность, то есть, что вас просто сорвет резину. Особенно, когда вы заходите на конкретной скорости в поворот. И думать, а сорвет мне резину на переднем или заднем колесо или нет. Сорвет и нафиг улетите мне. Это, во-первых, небезопасно, непрактично, некрасиво. Это полная туфта, это полное говно. Я даже не стесняюсь это говорить, потому что это полный бред. А теперь поговорим о том. Есть только один случай, в котором можно использовать и нужно использовать разварки. Это когда вы находите вот такую резину, которая именно идет. То есть, это очень редкая резина, и она стоит очень дорого. И вряд ли вы такие деньги будете тратить на нее. Допустим, если вы действительно хотите, чтобы у вас на 13-х дисках, допустим, для устойчивости, вы запарились и хотите найти резину какую-то, ну хотя бы 215-ю, 225-ю, или там 235-ю, при 13-е, там есть такая резина, она очень редкая. То есть, ее не так легко, она не дешево стоит. Или, допустим, есть такой еще более-менее распространенный размер, но все равно вы его так просто не найдете. 205-13, то есть, ну тогда при нем нужно делать хуже разварку. Где-то там 8 дюймов, там 7,5, но никак там ни 9, ни 10, потому что оно все равно тогда натянется. Или вот почему вы спросите у меня вот здесь стоят разварки? Потому что я планировал ставить на 20.08 драговую резину профессиональную. Вот там как раз идет она по такие диски. Драговая резина, она даже идет в маркировку в ней. Нет там, допустим, ширина там, как у нас, 225-235. Она идет шириной резины по дюймам. То есть, я планировал ставить на нее резину 13 на 9. То есть, 9-дюймовая ширина резины как раз под этот диск. Соответственно, мне нужны как раз были вот разварки в таких случаях. Как раз это тема, что надо. Потому что литье найти в таких размерах уже сложно. Потому что на маленький диск с шириной большой литье не так просто найти. Уже литье дорого стоит. Вот как раз под драговую резину. Но такая драговая резина стоит 700-800 долларов за пару. То есть, вряд ли кто из владельцев разварок будет заморачиваться такой темой. Тем более, это чисто драговая резина. То есть, чисто для гонок. Это не на каждый день. То есть, смысл вот это вообще, этот весь бред ставить. Я же говорю, я хочу почитать комментарии, что мне напишут владельцы разварок. Почему они ставят разварки. Почему это крутая тема. Там рассказывают мне, что это стенд, стретч, вся туфта. То есть, ну я же говорю, это полный бред. Это полное говно. Ну, и вот это, один видел, что другой поставил, другой увидел, что третий. И все ставят бездумно, даже головой не думая, зачем это надо. При этом вы рискуете своей жизнью, потому что это небезопасно, это непрактично, это некрасиво. То есть, я не навязываю свое мнение, я просто вам показал полный расклад, как оно и почему. Кстати, эти разварки продаются. То есть, я, потому что у меня по просьбе подписчиков машина будет стритовая, мне, соответственно, драговая резина не понадобится. То есть, я буду гонять на обычной резине. Вот у нас будет вот такая резина. Мне 185 резины хватит, чтобы зацепиться и чтобы машина управлялась. То есть, на нормальных легких дисках, надежно закрепленных, без всяких там заморочек. Причем, они легкие, опять же, не нужно вот это за собой таскать кирпичами. Также еще есть один маленький момент там с разварками. Я немного тут при выворотах, потому что обкат колеса увеличивается. Где-то упираться в вас. Короче, это полный, полный бред. Женя, я говорю про то, что там, кто сильно делает широкую разварку, там надо кузов резать. Ну, понятно, фендера, стиль, я понял. Это каждому свое. Я же говорю, я не навязываю, и вам дал полный расклад. Ну, как по мне, это все бессмысленно. Это просто, знаете, как бы повторяет друг за другом бездумно. Я самое большее-то не люблю, когда люди бездумно повторяют. Так же самое, как двигателя строят. То есть, бездумно один что-то сделал, и другие повторяют, даже не вникая в это, зачем оно и почему. Ставьте правильные диски, ставьте правильную резину, строите правильные машины. Всех, у кого есть вопросы, то есть, обращайтесь, пишите. И напишите все-таки владельце разварок в них в комментариях, для чего вы их ставите. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok